Мы проснулась, идем на завтрак. Туда, наверное, там бар. Скорее всего. На какую температуру поставить? На которой мы стоим? Может, не сгорит? Я сам поставлю на троечку. Не все такие маленькие? Не, вроде нормально. Пускай чуть-чуть подастся. Пускай чуть-чуть подастся. Попробуй. 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 Нормально вкусно. Нормально вкусно. Наталья есть бассейн. Дети, конечно же, не удержались. Уговорили нас туда отправиться. Ну да. Я знала, что у меня есть бассейн. Потом прихватила им плавки. Но полотенца и шлюпки нет. Да, полотенца и шлюпки нет. Будем выкручиваться. Ну, вор что-нибудь за кроссовки с полотенцами. Смотрим. Угу. 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 Давай, Алиса, если пойдет в детскую зону, туда ближе сядем. Положим вещи. Ну да. Угу. 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 Так, давай на тот столик. Ну да, я не поймем этого. Угу. 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 Куда обувь? Оставь, пожалуйста. Разбувайтесь, ты тепленько так. Так, кнопочки. Алиса, надо найти кнопочки, нажать, чтобы заработали эти брызгалки. Как водичка. Алиса, как вода. Холодно? Надо двигаться. Алиса, надо двигаться. Алиса, смотри. Молодые волосы. Нет, надо двигаться. Это на месте. Алиса, смотри. Алиса, смотри. Алиса, смотри. Попустите в рюкзак. Иди, иди, иди. О! О! Наконец-то. Алиса. Алиса. О! 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 Иди, иди... О! О! Алиса. Продолжение следует... Продолжение следует... По скотт-ярду гнать быков. Хотим посмотреть и поедем домой. Все расселись, кто сел, кто встал, кто на скамейке, кто на бордюре, в ожидании стада быков, которые будут идти по этой улице. На улице появляются ковбои на лошадях. Пришел дядя, всех поднял, прогнал с бордюров и сказал всем встать. Продолжение следует... Продолжение следует... В этот перелок мы вчера не заглядывали. Пошли по тротуару. Тут вон кареты с лошадями. Еди на тротуар, пожалуйста. Кареты с лошадями катают. Да, это лошади. Да, это лошади. Не написано, сколько стоит. Также по дороге встречаются такие таблички, что сегодня с 12 до 4 на магазинах 90 таблички будут раздавать бесплатно яйца. Можно собирать, потому что завтра Пасха, всегда перед Пасхой американцы устраивают экхант. Вот такая улица. Мула-Веню. Дети уже пошли в один магазин за яйцами. Интересно, дадут им яйцо или нет? Дали, идут. Взяли? Можно, да. Открывайте, смотрите. А у Лисы жвачка испопываем. Не открывайте все. Все, закрывайте. Собирайте шляпой. Ходите шляпами. Или пока так. Или пока в карман, может быть, какой-нибудь пакет на ДБ. У меня карман огромный. Да ладно, ходи сейчас со шляпой. Ладно, только как хочешь. Дети, спасибо, говорите. Что? Прикольный магазинчик. Ну. Следующий магазин. Ну, идите. Пойдем, пойдем. Прикольный магазинчик. А вон сразу слева. Слева. Женя, по одному. Ну, хотя бы за все несколько. Да, ну, ладно. Ой, пошлите дальше. Спасибо, и дали два яйца. Два яйца дали? Ну, хорошо. Мне кажется, разного пакетика не хватит. Пойдемте. Пойдемте, пожалуйста. Яйца в обычных супермаркетах, магазинах с едой, с одеждой. Женя, мы найдем другой пакетик, не переживай. Не, я просто сказала. Я не переживаю. Я тебя слышу. Не надо тарактить. Все, иди, заходи. 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 Вон, видишь, пирог. Только больше двух мы не берите уже, чтобы всем хватило. Да, больше двух мы не будем брать, все всем хватило. Нету? Нету? Нет, есть. Вон у входа стоит. Иди, бери. Санька, ехай. Ты сюда, идите сами уже. Мы туда не пойдем. В кафешку. Иди, вон все ходят. Идите. Веселуха-то какая детям. Магазин красивый. Красиво все взяли? Пойдем. Ой, сори. Взяли? Да, по одному, потому что мы в том, как маленький ходили. Хорошо, пойдем дальше. Кафешки были только что. Ну, тетя, вон спросите. Бери. Хеллоу. Дальше. Дальше. В общем, семейным собранием решили, что мы уже здесь больше не пойдем ни на какие активности. Здесь вот есть стадион, ну не стадион, как бы шопинг и еда. Мы там походим еще по магазинам, посмотрим что-нибудь из ковбойской одежды, сувениров. А потом пообедаем, уже поедем домой. Дети соскучились по рыжику. Хорошо, иди, бери. Мы уже здесь, в этом шопинг-моле, так сказать, ковбойском. Ярослав пошел взять себе попить. Может, здесь еще дети где-нибудь найдут яйца. Так, всем понравилось все. И вообще, нам тоже очень всем понравилось. Мне поездка, моя задумка удалась. Мы посмотрели, что хотели. Хотели, как всегда, не все можно посмотреть, не все успеваешь. Не всегда все бывает по плану, но в целом мы все довольны. В принципе, есть смысл при желании сюда вернуться. Здесь тоже можно, смотрите, таблички, может быть, тоже где-то дают. Да, давайте по одной, потом развернемся, по другой. Женя, папа, стой, 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 стой. Там есть, можно зайти яйца попросить. Там яйца? Да. А там, я не понятно где. У тети, ой, дядя, да. Сенька Ю. Сень, иди. Хопи истер. Все, пойдем. Не забывайте смотреть по сторонам. Что вам про гетто сказал? А здесь можно зайти за яйцами. Положи, потом будешь смотреть. Вот тут магазин. Там уже яйца? Да, смотри на таблички. А то уже лезут раскрывать. Смотрите, за яйцами пошли, мы за рогами. Шутка, мы пошли посмотреть, сувенирка какая есть. А на детей не потерять. Хочешь рога себе на стену? У нас бампер машины. У нас бампер машины, понятно. Так, где дети? Я не против, если ты выберешь себе шляпку, я не против. Если ты выберешь себе шляпку и купишь какую-нибудь. Правда, папа? Да, да. Женя, какова? Ты-то побежал. Как ты его будешь искать? А это вообще, да разве девочек шляпанет? Который здесь? Все с дурдом, голдеж. Я не знаю, просто отходим. Давай походим, может быть, этот. Посмотреть надо, чтобы размер тебе подошел. Женя, не ляпай посудой, пожалуйста. Вот там есть детские еще меньше размеры. Не хватай все подряд. Я очень прошу. Детри глазами. Вот детские мальчики. А тут, вот смотри, есть такие вот детские шляпки. Классная красота какая. Розовая шляпка. Маленькая, да? Посмотри, может другая. Помочь? Ей надо в взрослом разделе покупать. Тоже большая, ей маленькие шляпы детские. Ну да. Ну только это нормально, наверное. Алиса, она не сидит у нее, по-моему. Не сидит. Ну не знаю. Ну это написано ЮС. А я не по размеру или нет? Мне кажется, это увеличивается. Положи камеру, посмотри. 78 долларов такие шляпы стоят. Вот это экселевский размер. Сейчас. Такие экспонаты стоят. О, это вот так вот. Ты тоже хочешь так на бампер повесить, да? Рога. Прикольная машина. Прикольная машина. Машина под рога свои, ребята. Алиска себе выбрала такую. Саша за 30 долларов. Да. Я думаю, она из-за этого стоит, что за эти корки. А папа сомневается, брать ему эту за 40 ковбойскую шляпу или не брать. Я думаю, надо взять, наверное. Женя, что ты делаешь? Открепляешься. Нельзя даже игрушечную направлять на людей. Нет, ну-ка тоже. Выбрала. Можем в другом магазине посмотреть. Как скажете. Магнитик потом в другом магазине купить. Все? Я иду оплачу шляпу, да? Все, я иду оплачу шляпу. А магнитик в другом месте посмотрим, да, Алиса? Алиса, да или нет? Да, иди. Это тоже очень. Магазин с пластинками, дети сюда пошли за яйцем. Вообще столько много всего колоритного такого вот. Ну, я не знаю, как кино. Когда смотрел кино про Америку вообще настолько интересно. Очень много эмоций. И интересно вот здесь. Мы никогда не фанатили ковбоями и вот этим всем. Но это все вот очень впечатляет. Вон мои ковбойчики. Ковбойчики, скажите всем привет. Ну, все, такой вот. Я не знаю, какая-то нереальность, да? Как в кино? Как в кино, я говорю, вообще. В кино? Зашли еще в один магазинчик. Ковбойская, индейская, всякая разная. Ну, она разная. Кому что нравится. Очередной магазин. И столько дичи. Ужас просто какой. Столько трофеев. Капец. Еще и крокодилы. И медведи. Так ты смотри, тут сколько живности. Вообще, шкуры животных. Ужас просто. Вообще, столько всего. Никогда столько такого не видели. Коврики. Шкура корова. Шкуры, шкуры, да. Очень много шкур. Вообще. Ну, это одна корова. Вот это, ну, ковер с одной коровы. А там, в другой, с другой коровы. Капец. А вот подставки из кожи корова. А это для бутылок. Отставки для бутылок? Для горячего, да. Вообще. Столько вам еще не видели всего. Где наш папа? Всякие эти. Брелки. Да, машина. С магнитиком. Угу. Белка крутится. Белка крутится. Автоматы. Бензоколонки. Бензоколонки. Одежда Навальный. Сланцы какие-то. Боже, чего тут только нет. Автомобильные номера. Бензоколонка. Смотри, какая. Все в таком уже антиквариат. Как будто каковка. Сейчас столько всего. Голова круга. Мне нравится, что это небольшое. А? Мне нравится, что это небольшое. Сейчас посмотрим. Это тут красиво. Это ты себе хочешь? Не, на... Не, на... Мама! Не, на... На холодильник. Ну, возьми. А еще ты хотела попасть? Покажи, что там на все. Это урмон, да. Еще что-нибудь? Хочешь сапожек? Ну, возьми. Все. Может, хватит пока? Мы с Алисой еще зашли в этот петинг-зо. Там можно было еще корм купить, но Алиса не захотела. Да, всех животных Алиска можно гладить. Собаки-зо. Собаки-зо. Нет, они собаки. Это такие эти... Овцы. Они бараны, они овечки такие. Нет, выходит, чтобы ее покормили или похладили. Здесь есть еще такой лабиринт и смотровая площадка для него. Мы с детьми поднялись посмотреть на него, они захотели пойти туда походить. Ярослав пошел покупать билеты. А вот там вот стоило было с лошадьми и группу каких-то уже лошадей куда-то вели кататься. Еще раз повторюсь, что очень понравилась нам поездка. И очень колоритное, своеобразное место. Просто в восторге и очень классно. Кто живет в Штатах, ребята, если есть возможность съездить, не пожалеете. А моя команда пошла. Пошла. Женя пошел в одну сторону, Надеса почему-то пошла в другую. Я надеюсь, они не заблудутся и не будут здесь ходить целый день. Ребята, всем спасибо, кто досмотрел видео, все три части. Очень я была впечатлена, очень было много положительных эмоций. И очень хотелось с ними, и очень хотелось этими эмоциями поделиться с вами. Я надеюсь, у меня получилось. Надеюсь, вы тоже получили массу удовольствия и рекомендации тому, кто уже... И для тех, кто не был, очень советую съездить. Но не просто съездить, лучше, конечно, брать билет на Родео. Там есть еще большой концертный зал, есть большой музей искусства с большими выставочными коллекциями. Есть еще здания, которые тоже можно посмотреть. И я думаю, что вам тоже понравится, как и нам. Все, друзья, всем пока. До новых встреч.